Лиззи, мне кажется, я понимаю тебя немного, но понимаешь ли ты меня? Всем привет! Вы на канале Дивплей и мы продолжаем проходить Кримсон Грей Даск Эндаун. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонотить по ссылкам в описании. Или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу, погнали! После этого случая Лиззи всё пыталась расставить свои мысли по местам. Она уже заполнила одну тетрадь, поэтому начала следующую и взяла её с собой, чтобы хоть чем-то занять скучные уроки. Хоть математика и не была в их числе, Лиззи машинально потянулась к тетради. Стоп! Сейчас не время! Лиззи не имела ничего против математики. Прямолинейно не требуя делать собственные выводы. Хоть она и не понимала разговоров профессора о её элегантности и красоте. Но математика не была такой уж сложной и для неё. После урока Ванна прошла через университет по дороге домой. Эта доставучая парочка вновь попыталась вовлечь её в разговор. Но Лиззи удалось увильнуть довольно быстро. Придя домой, она увидела, как Джон просматривает её тетрадь. В глазах потемнело. Его поза, его глаза. Его положение рта. Скорость, с которой он оглянулся на неё. Когда-то такая вещь могла бы быть ужасной. Её до сих пор пугало. Вдруг она зашла слишком далеко сейчас. Снова добавив ему проблем. А то и разрушив их отношения. Снова этот обеспокоенный взгляд. Значит, так просто решить проблему не получится. Лиззи, это те самые чувства, которые ты скрывала от меня? Что? Нет, нет, ты неправильно понял. Хорошо. Я верю тебе. Ты пишешь эти тетради с того самого момента, как мы встретились? Лиззи поёжилась. Её желание скрыть от него свои проблемы, чтобы не напрягать его. И желание быть полностью честной боролись внутри. У меня были тетради вроде этой давным-давно, но нет. Я начала писать их совсем недавно. Она единственная. Ну, кроме той, что я завелась сегодня. Что-то вызвало в тебе стресс? Я сделал что-то не то. Теперь в его глазах была боль. Лиззи возненавидела себя за этот краткий мир. Она причинила ему боль, хотя и поклялась никогда не делать этого вновь. Но её Джон никогда не торопился с выводами. Он сильный, хоть и нередко кажется разбитым. Ей просто хочется защищать его. Их отношения претерпели более напряжённые моменты. Это ещё не конец. Лиззи осторожно села напротив него. Не ты этому виной, Джон. Ничего необычного тоже не случалось. Просто в последнее время я сильно беспокоилась. Я волновалась, что выступление Келси может принести нам проблем. Я это понимаю. Он продолжал листать тетрадь. Лиззи чувствовала себя неуютно. Её настоящие мысли. Немного неловко, что Джон просматривает их. Лиззи не могла сказать, о чём он думает. Сам факт этого действия сжигал её изнутри. Пока она, наконец, не смогла открыть рот. Ты же не ненавидишь меня, да? Ничто в тетради не пугает тебя. Джон поражённо посмотрел на неё. Секундой спустя она уже лежала в его объятиях. Прекрасное чувство. Вот ответ на вопрос, который так много значил для неё. Она слишком много думает, беспокоиться не о чем. Ох, Лиззи, конечно, я не ненавижу тебя. Я просто сказал, что, похоже, у тебя стресс. И ты не собираешься рассказывать мне об этом. Он прижал её к себе и положил тетрадь на колено. Когда я читаю это, я вижу тебя. Настоящую тебя. Я чувствую твою любовь ко мне в каждой странице. Перевернув на одной из страниц, на которой изображено убийство Смит, уголки его губ приподнялись. Эти... Я не знаю, милые, наверное. Я видел, как ты убивала Лиззи. Это другое. Эти рисунки. Просто выход твоим чувствам. Если это так, я думаю, это полезно. Ох, Джон, я должна была догадаться, что ты поймёшь меня. Я не идеален, но я всегда готов помочь тебе. Вот почему я просто обязан спросить. Действительно ничего не произошло. Из-за чего ты в последнее время как на иголках? Что-то вроде этой девушки сорока психология. Лиззи вздохнула и легла на его грудь, размышляя. Сложный вопрос. Не только потому, что ей нужно подумать, какой ответ будет лучше. Но и из-за неуверенности в себе. В её голове мысли слились в один поток. Обычно после разговора с ним её мысли проясняются. Но не всё всегда так просто. Я думаю, сейчас лучше будет сохранить. Блять, сохранить. А, боже, вот, всё, нашёл. Разобрать надписи в тетради. Вероятно. Ты упомянул ту ужасную девушку из... 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 Из класса психологии. И те страшные вещи, которые она говорила о нас с тобой. Лиззи перевернула на страницу, которую она расчёркивала после того события. Вернее, страница. Она уже и позабыла, сколько всего написала с того события. Хотя теперь всё было налицо. После того случая я почувствовала всё. Я ненавижу её, Джон. Я до сих пор хочу избавиться от неё. Но ты же этого не сделала, так? Да, это так. Пока я пишу это, каким-то образом я выплёскиваю все свои эмоции туда. Теперь, когда я смотрю на это, я помню, что чувствовала. Но теперь могу судить объективно. Эмоции уже не захватывают меня так сильно. Похоже, я понял. Может, это и полезно. Хотя я и волнуюсь, что ты можешь вновь завестись, записывая свой негатив. Но мне не обязательно записывать их, Джон. Я чувствую себя лучше, когда делюсь ими с тобой. Так даже ещё лучше. Не только потому, что я разговариваю с тобой, но и потому, что ты делишься со мной своей точкой зрения. Это помогает мне переосмыслить многие вещи. Рад это слышать. Всегда готов поговорить с тобой, Лиззи. Я знаю, я знаю. Это прекрасно, но... Я же не должна делиться всеми своими мыслями, не так ли? Иногда я думаю, что они просто глупы. Не достойны твоего внимания. Я не хочу тратить твоё время. Он серьёзно задумался над этим, потом придвинул её ближе к себе, улыбнувшись. Ты можешь рассказывать мне всё, Лиззи. Но ты не обязана. Даже если ты попытаешься ни о чём не думать, в глубине сознания всё равно будут копошиться разные мыслишки. Они просто проходят через тебя и не станут причиной волнений. Пока ты не начнёшь в них копаться. Я имею в виду, что у меня тоже есть огромное количество глупых мыслей, которыми нет смысла делиться. Это не так. Я бы хотела увидеть каждую твою мысль. Я верю тебе. Но раз в нынешнем мире мысли читать нельзя, давай будем просто разговаривать. Хорошо? Она быстро кивнула и прижалась к нему ещё сильнее. Поговорить с ним верный выбор. Джон всегда скажет что-нибудь хорошее. Но как бы они ни были близки, Лиззи почувствовала напряжение. Тень промелькнула на его лице, и она поняла, что он что-то скрывал от неё. Какая-то запись в тетради расстроила. Сердце Лиззи быстро застучало. Хотя есть одно дело, о котором нужно поговорить. Мне не нравится. То есть, например, эта страница. Лиззи удивлённо моргнула и быстро просмотрела её. Страница, на которой расписан диалог с ним. В нем... В основном там про любовь к нему и множество всяких мелочей. Что здесь может быть не так? Ты всегда пишешь мои местоимения с заглавной буквы? Конечно, Джон. Ты не как другие парни. Ты единственный и неповторимый. То есть, я рад, что ты любишь меня. Но я этого не знал. Я чувствую себя некомфортно. Что? Почему? Она посмотрела на него, пытаясь скрыть своё разочарование. Да что там? У неё началась паника. Обычно, Джон такой спокойный и уравновешенный. Ей нравилось узнавать больше о нём. И когда он говорил такие вещи, это ужасало. Ей казалось, что он отдаляется от неё. Навсегда. Я знаю, что ты очень чувствительна, но это уже перебор. Я хочу быть с тобой, Лиззи, но не надо меня боготворить. Но Джон заслуживает это. Ты прекрасен и я люблю тебя всем сердцем. Я знаю это. Так как я люблю тебя тоже, я должен быть честен с тобой. Это меня немножко волнует. Этот мой великолепный образ здесь. Это точно я? Боюсь, что это всего лишь мой заменитель. Не настоящий. Нет-нет, это совсем не так. Она прижала его ближе. Положила его голову к себе на грудь, поглаживая. Но, несмотря на своё разочарование, она начала понимать. Это её немного расстроило. Мысль, что она идеализирует его, ужасно. Но она имеет место быть. Если это просто сделает тебя таким же, как и остальные, это неправильно. Как будто они такие же, как и ты. Я никогда не предам тебя таким образом. Лиззи, мне кажется, я понимаю тебя немного. Но понимаешь ли ты меня? Я понимаю, Джон, я понимаю. Она разжала своё объятие и позволила ему, ему, откинуться назад. Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. Тех назад. Ничего из вашесказанного не изменило их отношение друг к другу. Они это знали. Лиззи наклонилась и мягко поцеловала его. Джон слишком себя недооценивает. Но переубеждать его Лиззи не стала. Теперь понятно, что было причиной расстройства. Но Лиззи подумать не могла, что всё дело в такой мелочи, как заглавные буквы. Теперь придётся себя сдерживать. Она может попробовать переубедить его заставить изменить свою точку зрения. Только страх того, что это будет нечестно по отношению к нему, прогнал эти мысли. Если бы она только не боялась, если бы она любила его полностью и без остатка. Сильнее, чем раньше. Тогда бы эти заглавные буквы не стали проблемой. Несмотря на только что произошедшее, Лиззи смогла успокоить свои мысли поцелуем. Прервав беседу, Джон откинулся назад и спокойно улыбнулся ей. Это был напряжённый разговор. Если хочешь отдохнуть, пожалуйста. Но если хочешь продолжить, я рядом. Просто позволь мне полежать в твоих руках ещё немного, хорошо? Конечно. Она ещё долго пребывала. Пробала с ним. Даже когда они взяли свои учебники и приступили к чтению, он был рядом. Когда пришло время ложиться спать, Лиззи уже перестала нервничать. Также у неё появилось ощущение, что больше тетради ей не понадобятся. После этого разговора их жизнь улучшилась. Лиззи излучала столько позитива, что постоянно приходила к нему за новой порцией поцелуев. И буквально топила в своей любви. Он реагировал не так бурно, но Лиззи чувствовала, что и для него этот разговор что-то изменил. Хотя Лиззи раньше и пользовалась своей тетрадью время от времени. Сейчас она не брала её с собой. Похоже, что она ей больше не нужна. Даже когда Аарон пригласил их на вечеринку со своими друзьями, Лиззи настолько хорошо себя чувствовала, что была не против пойти. К её удивлению, ей вечеринка понравилась. Наверное, из-за её хорошего настроения. Она всегда следила за Джоном, отмечая его позицию. Вот он разговаривает с группой ребят. Самый обыкновенный разговор. Но не настолько, чтобы она не волновалась за него. Поскольку проблем не ожидалось, Лиззи была не против провести немного времени с остальными. Друзья Аарона в основном умные и сообразительные люди. Вот только говорили о всяких глупостях, чтобы угодить ей. Сейчас она разговаривала с девушкой, которую звали Роза. Она постоянно была рядом с Аароном. Было похоже, что они встречаются, хотя интуиция Лиззи подсказывала, что это не так. Её это не сильно волновало. Поэтому она и не расспрашивала. Гораздо важнее было то, что Роза не проявляла никакого интереса к Джоне и не судила людей. Как-то девушка с урока психологии. Ты не пьёшь? М? Я не осуждаю, это ведь твоё решение. Лиззи пила воду из своего стакана. Хотя она и не сильно думала об этом, причина была. Интоксикация помешает ей наслаждаться присутствием Джона и сильно ослабит её способности в бою. Так что алкоголя она избегает любой ценой. Просто не в моём вкусе. Классно. Если честно, у некоторых напитков противный вкус. Не понимаю, людям это действительно нравится или общество принуждает их. Ну, они ведь изысканные и всё такое. Никогда не думала об этом в таком ключе. Общество заставляет нас сделать множество вещей. Например, кто вообще решил, что свадьба должна быть такой, какая она есть? А белое платье вообще пережито какого-то языческого обряда? Я хочу надеть белое платье на свою свадьбу. Лиззи постаралась не высказывать свои мысли слишком резко. Это привело бы только к лишнему раздражению. Причиной было то, что Роза умела принимать точку зрения других людей и не обижалась, когда с ней не соглашались. Это значило, что Лиззи не нужно было тратить энергию на притворство. Это полностью нормально, если это то, чего ты хочешь. Я просто думаю, что люди так трясутся над этим, потому что этого ожидает общество. Ты последняя, от кого я буду этого ждать, Лиззи. Что, серьёзно? Ого. Довольно очевидно, что тебя не волнует мнение окружающих. Я восхищаюсь тобой. О, спасибо. Лиззи улыбнулась ей. Одной из тех настоящих улыбок, которые она одаривала только его. В прежние времена этого никогда бы не случилось. Но она так хорошо чувствовала себя рядом с ним. Счастье било через край. Его было достаточно, чтобы делиться с подобающими людьми, даже когда он далеко. Хотя после этого их разговор долго не продолжался, потому что к Розе подошли её друзья. Она не стала принуждать Лиззи присоединиться к беседе, так что я осталась в одиночестве. Снова. Всё шло хорошо. Хотя она и начала думать, можно ли уже забирать Джона и уходить. Похоже, что ему это всё ещё не наскучило. Так что они ещё могут остаться. Ненадолго. Пока Лиззи раздумывала, над этим сзади послышались шаги. Развлекаешься, Лиззи? Конечно, спасибо за приглашение. Без проблем. Рад слышать, а то по вашим лицам не скажешь. Что ты имеешь в виду? Ну, эм... Похоже, что вы понимаете друг друга на совершенно другом. Более высоком уровне. Честно говоря, я рад это видеть. Хотелось бы мне тоже иметь такие же отношения. Которых у меня, конечно же, нет. О, я думала, ты и Роза. Аарон застал на секунду, стороной оставившись на неё. Его глаза сузились, не понимая, шутка ли это. Лиззи, ты серьёзно не знала, что я гей? Кхе! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блять. Внезапно. И этот человек раньше разговаривал и смеялся вместе с Джоном. Она вспомнила, как он хлопнул Джона по спине. Не задержалась ли его рука слишком долго? И не потому ли у него сейчас никого нет, Просто он упомянул, что хочет таких же отношений, как у них Вау, вау, вау Нет, нет, я не заметила Ха, посмотрела бы ты на себя, чёрт, Лиззи Если бы вместо тебя был кто-то другой, а не ты Я мог бы обидеться Я просто расстроилась, что раньше не заметила Я надеюсь, ты найдёшь мужчину своей мечты, с которым вы поженитесь Он мог бы прям на людях не расстегивать штаны, пожалуйста Ну, или выйдите замуж С чудовищными усилиями Лиззи смогла закончить разговор, постаравшись не произвести неправильного впечатления Три года назад она бы совсем не смогла этого сделать Спасибо Джону за его поддержку Теперь она обращает больше внимания на окружающий мир Хотя это и не должно было её касаться Лиззи поняла, что Аарон пытался донести до неё Люди осуждают его так же, как и осуждают её Так что её реакция не была поддельной Хоть он и был проницательнее остальных Лиззи подумала, что он не почувствовал той бури внутри неё Когда Аарон наконец ушёл, Лиззи немного расслабилась Как она упустила такую важную вещь? Может он хороший человек, а может и нет Лиззи считала, что ей нужно думать только о них с Джоном Но сейчас она поняла, что её защита имела слабые места Особенно сзади Джона Да, самое главное теперь не ронять мыло в ванной Ну и на этом будем сегодня заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok